Двойным, а то и тройным повышением цен на овощи возмущены не только покупатели, но и продавцы. Торговцы рассказывают, это вынужденная мера, ведь их основной поставщик – оптовый комплекс в Кременкуле, закрыт с прошлой недели. 120 рублей цена. Было 50 рублей, 45 рублей было. Картошка – 90 рублей сейчас. Не было никогда такого. Рынок сейчас нет, поэтому мы тоже приходится повышать цены. По 90 рублей. Это смешно же. Теперь владельцы овощных киосков вынуждены искать другие точки закупки. Ближайшая в Екатеринбурге. Но цены там выше, чем на Кременкульском рынке, а затраты на бензин делают поездку и вовсе невыгодной. Предприниматели боятся, что в таких условиях розничные точки придется закрывать. Мы если из Екатеринбурга принесем, мы, конечно, закроем. Мы не можем свою аренду даже покрывать. Лучше бы рынок работал, мы здесь бы покупали и ставили цену нормальные. На рынок в Кременкуле жаловались местные жители. Южноуральцы требовали его закрытия. Внимание на конфликт обратили в Следственном комитете. Работу рынка временно приостановили. Работа рынка временно приостановлена в связи с проведением на его территории следственных действий. Дальнейшие решения будут приняты по итогам работы следственной группы. Предприниматели уверяют, что все замечания устранили. Претензии по санитарно-эпидемиологическим нормам и пожарной безопасности соблюдены согласно предписаниям. Но не устраивает. Видно кого-то другого, что хотят его убрать. И мы терпим большие убытки. Когда площадка откроется вновь, пока не ясно. В администрации надеются, что в ближайшее время будет найдено компромиссное решение, которое позволит рынку снова начать работать. Марина Митрофанова, Андрей Крещук, 31 канал.